Лечить человека на расстоянии, используя современные технологии. Такие методы доступны сегодня в отдаленных регионах страны, где есть проблемы с транспортной логистикой, доступностью медицинских пунктов. В числе регионов, где в пилотном режиме внедряется телемедицина и Ненецкий округ. О новых технологиях в Заполярье и опыте других стран мы поговорим сегодня в студии. Это актуальное интервью. Я хочу представить наших гостей. Это профессор из Норвегии Гюнар Хартвиксен и профессор из Индии Сарой Мишра. Переводить наш разговор будет Наталья Лысак. Здравствуйте. С чем вы приехали в Ненецкий округ и какие вопросы будете обсуждать на предстоящем форуме? Какие вопросы вы будете обсуждать на предстоящем форуме? И о чем вы будете обсуждать во время конференции? Цель моего визита – принять участие в конференции «Арктическая телемедицина», которую считаю очень важной. И представить перевод на русский язык в своей книге об истории развития телемедицины в Северной Норвегии. Мы знаем, что профессор из Индии Сарой Мишра уже не один год работает в сфере телемедицины. Что он может сказать о ее развитии в Индии? Мы знаем, что профессор Мишра работает во время многих лет в Индии с телемедицией. Что вы можете сказать о развитии телемедицины в Индии? Мы работаем телемедицией уже более 17 лет. У нас есть эксперимент на русском языке, где нет средств, где нет средств, где нет средств, где нет средств. И мы также имеем морозы, как в Ивакапе, в Наринмире. И мы также имеем в виду лесу. Мы в Индии занимаемся развитием телемедицины уже порядка 17 лет. И здесь на конференции я бы хотела представить опыт развития телемедицины, так как в Индии имеются также отдаленные регионы, такие как горы, острова, где технологии телемедицины актуальны. Поэтому на конференции я бы хотел представить имеющийся у нас опыт развития этих технологий. В какой компании работает доктор Сарой Мишра и чем она занимается? Какой компании ты работаешь? И как эта компания делает? Я работаю в государственном хорошее. Мой хорошее название Санжай Ганди, 1-го в Институте медицинской области. Я работаю в институте медицинской области. И мы учим студенты как они становятся специалисты. И во время работы в этой практике, я обнаружил телемедицины очень важны для детства. И также для пациента после операции. Я работаю в правительственной больнице, называется она Институт постдипломного образования имени Санжая Ганди и занимаюсь технологиями телемедицины в хирургии. Мы обучаем студентов использованию дистанционных технологий в хирургии и также занимаемся дистанционным образованием. И работу эту ведем уже порядка 10 лет. Какие проблемы удается решать с помощью телемедицины? Какие проблемы могут быть решены с помощью телемедицины? Телемедицины могут помогать в два ситуации. One is health care, and the other thing is дистанционный образование и профессиональный образование. So in the health care, we can reach out to the people at their workplace or in their home using this telecommunication technologies. So all kinds of applications can be done through telemedicine, whether it is cardiac problems, whether it is lung problems, or it is a post-surgical patient which requires a continuous follow-up, or geriatric patients. Very old people, they cannot travel for a long distance. So we can reach out to them in their home by telehome care program. Second thing is, you can monitor the ICUs through remote monitoring mechanism, and you can also do surveillance for any public health disasters. The education and skill development can also be reached out through using telecommunication, where you can demonstrate surgical skill or any other medical skills through telemedicine, video conferencing. In fact, I will be presenting our experience in tele-mentoring, in surgery, and surgical training in the conference starting tomorrow. Reach out to making portals, putting a lot of these educational videos. It can also help gaining experience and skill. All kinds of health care professionals at their leisure. They may not have to attend to any seminar or conference. They can watch it remotely through web conferencing tools, and also they can watch it in the videoconferencing on demand. Well, telemedicine. Telemedicine может оказать большую помощь в двух ситуациях. Во-первых, это здравоохранение, оказание медицинской помощи. В данной ситуации с помощью технологии телемедицины можно достичь тех людей, которые живут удаленно и не имеют возможности посетить медицинский центр. оказать ему услуги, в том числе по диагностике и лечению. А также с помощью удаленных технологий можно оказывать услуги пациентам на дому, например, в случае постоперационного лечения. Кроме того, телемедицинские технологии оказывают большую помощь в образовании, в том числе в дистанционном обучении, например, хирургов, чем занимаемся конкретно мы. То есть можно проводить семинары, практикумы, лекции с использованием дистанционных технологий, а также презентовать обучающие видео для хирургов, например. И завтра в ходе конференции я попробую показать наши наработки в этой области. Ну теперь вопрос профессору Хартвиксену. Мы знаем, что он в России скоро презентует книгу, в которой обобщен опыт Норвегии в сфере телемедицины. Можно немножко подробнее об этой книге и об опыте? И сейчас вопрос к профессор Хартвиксену. Мы знаем, что вы, по первому разу, презентали вашу книгу о экспертах телемедицины в Норвегии. Можно вы рассказать нам немного о этой книге? Книга называется «25 лет истории развития телемедицины на севере Норвегии» и описывает опыт развития телемедицинских технологий, в особенности на северной части страны. Сколько профессор лет работает в телемедицине и какое видит за ней будущее? Сколько лет ты работаешь в телемедицине и какое, по вашему мнению, в будущем телемедицине? Я работаю в телемедицине уже более 20 лет. И в будущем все, особенно в сфере телемедицине, но также в основном сфере телемедицине. Особенно использование видеоконференций, видеоконсультаций, но также в сфере телемедицины я работаю уже более 20 лет. И считаю, что перспективы развития телемедицины самые радужные. И в частности в первичной медицинской помощи также большое развитие ждет использование видеоконференций, видеоконсультаций, передача медицинских данных непосредственно от пациента врачу. Ну какой сегодня охват телемедицины населения и как часто они прибегают к ее использованию? В каких, может быть, регионах? На севере Норвегии эти технологии очень часто используются. в особенности населением, которое живет в удаленных труднодоступных территориях. Какие чаще всего решают проблемы, вернее, не проблемы, а в лечении каких, может быть, болезней применяется? Может быть, какая-то есть у него необычная практика, когда вот с помощью телесвязи удалось сделать какую-то уникальную операцию? Какие могут быть уничтожены с использованием телемедицины? Может быть, вы имеете в виду интересную опыт в решении каких-то медицинских проблемах? В принципе, в основном телемедицина помогает в вопросах диагностики. Не столько лечения, сколько консультирования, удаленного консультирования пациентов с врачами, определения тактики лечения. Но также и очень часто к технологиям телемедицины прибегают сами врачи в обмене информации между собой. Кому же пригодился опыт Норвегии в развитии телемедицины? Каким странам, наверное? Которые страны используют опыт Норвегии в телемедицине? Мы экспортируем знания по всему миру. Мы коллаборативное центро для общественной организации телемедицины. И у нас есть офис, где люди могут познакомиться с другими странами, чтобы получить опыт. Мы знаем, что много наших сервисов были копиены в других местах, в Европе, например. И Трумса был главным центром в мире телемедицины по многим летам. Вообще мы сотрудничаем в области телемедицины с разными странами и передаем свой опыт в области телемедицины по всему миру. Университетская больница является... При университетской больнице работает центр сотрудничества со всемирной организацией здравоохранения. И у нас есть партнеры по всему миру. Ну теперь вопрос к доктору Мишра. Мы знаем, что доктора интересуются темой влияния телемедицины на экономическое развитие страны. Что он по этому поводу думает? Мы знаем, что вы интересны в вопросе о влиянии телемедицины в развитие экономического развития страны. Что вы можете сказать об этом? Мы уверены, что телемедицины технологии могут поднимать цену для продвигателя здоровья. В этом случае мы работаем с многими странами для продвигателяхизма, которые позволяют демонстрироваться для продвигателя, которые позволяют продвигать демонстрирование телемедицины технологии и в том, чтобы они создавали телемедицины в том, что мы работаем с 5 странами и с Бразилию, Россия, Индия, Шиня и САЭФИКА. Накомет, в том, что домашние два месяца были в Москве в Канте-Манске для того, что они работают с обращением Мы верим в то, что телемедицина способна снизить расходы на здравоохранение и при этом не снижая эффективности медицинских услуг. Мы сотрудничаем с африканскими странами по передаче им опыта Индии в развитии телемедицины. Кроме того, мы ведем активное взаимодействие в формате BRICS, международное сотрудничество между странами России, Индией, Китаем, Южноафриканской республикой и Бразилией. В частности, в этом формате мы наладили взаимодействие с Ханты-Мансийским автономным округом по обмену опытом в развитии телемедицины. А какие проблемы возникают в процессе внедрения этих современных технологий? Какие проблемы возникают в процессе внедрения этих новых технологий? Один из главных проблем – это понимание, понимание пациентов, понимание пациентов, понимание пациентов, организациентов и психологических организаций. Это один из самых крупных проблем. Number two is the technological know-how. The skill has to be learned by the users. That's one thing. Third thing is the issue of economical investment that we have to make so that you can adapt telemedicine into the health system. So till now, though technology is proven, but many countries has not adapted telemedicine into their system. So we feel that these three and the fourth thing is the law. In many countries, the telemedicine law or the law governing patient record exchange and this kind of teleconsultation is not approved in the legal system. That is also creating some problem. And the last I can say, there is no business model. The doctor gives services, but doesn't get reimbursed for their charges. This may be another factor, a barrier I feel. Well, actually, one of the main problems is to take care of the medical medicine new technologies and their desire to work in the field of telemedicine. also the process of telemedicine in the field of telemedicine. They are a similar form of intelligence, which is also a problem. In other words, telemedicine is not involved in the field of telemedicine. Кроме того, имеются и проблемы с законодательным обеспечением телемедицины. Многие страны в плане законодательного урегулирования вопросов оказания телемедицинских услуг в настоящее время не готовы к внедрению телемедицины повсеместно. А также вопросы возмещения расходов и оплаты оказания услуг медперсоналу, который оказывает эти услуги с помощью телемедицинских технологий. Теперь вопрос профессору Хартвиксену. С какими конкретными предложениями приехал в округ и какие рекомендации может дать по развитию медицины или свое видение? Профессор Хартвиксен, what will be your proposals? Do you have proposals on development of telemedicine? And maybe you have recommendations on the development of telemedicine here in the NANETS округ? So, I think telemedicine is steadily growing and I think the first lesson is to actually to have the organization to adopt the telemedicine services. Because all the hospitals all over the world, they are working 100% all the time and it's not easy to change the way that they work in these organizations. So, that is one big challenge. Also, to provide sufficient proof that telemedicine is a service that is medically acceptable, that means that we still need to have more research. And the last thing is also that the legislation is often a bottleneck. Вообще, в целом, телемедицина здесь развивается достаточно хорошо, но есть, конечно, определенные проблемные моменты. Так, например, по всему миру есть проблема включения медицинских организаций, оказания ими телемедицинских услуг и подключения как можно большего количества организаций к системе телемедицины. Кроме того, для развития телемедицины требуется проведение исследований и практической работы, ну и решение вопросов законодательства, законодательного урегулирования дистанционных услуг. Ну вот, за 20 лет существования телемедицины в Норвегии, наверное, уже приняты какие-то законодательные законы, нормативно-правовые акты. Как вот за 25 лет продвинулись в этом вопросе? And what about the experience of Norway? More than 20 years telemedicine is being developed in the country. And what about the legislation issues in Norway? So we have just recently changed the privacy regulation. That has been a big problem for us. Sharing information between different hospitals has not been legal. So that changed last year. That was a big step forward. And telemedicine is, in many places, a natural way of doing healthcare services. Вообще, вот, буквально в недавнем прошлом произошли значительные изменения в положительную сторону. Так, например, в прошлом году был урегулирован вопрос обмена информацией между медицинскими организациями Норвегии. Sorry, what was the last sentence? What was the last idea? So, I said that for many healthcare services, telemedicine has been a natural part of providing healthcare services. Во многих услугах медицинских, телемедицина является частью этих услуг. То есть, услуги могут быть оказаны с помощью телемедицины. Ну вот, доктор Мишра говорил, что в Индии недостаточно уделяют внимание инвестированию в телемедицину. А как с этим дело обстоит в Норвегии? So, доктор Мишра говорила об инвестировании в телемедицине. Does Norway invest? Norway has invested a lot in телемедицине. We have an infrastructure, we have an integrated, separate healthcare network. We have a lot of videoconference equipment, and everybody in the healthcare can connect to each other. Вообще, Норвегия инвестирует достаточно большое количество средств в развитие телемедицины. У нас имеется необходимая инфраструктура для видеоконференций. Функционирует система взаимодействия медицинских организаций. Доктор Мишра, как, на Ваш взгляд, будет развиваться телемедицина в рамках BRICS? То есть, доктор Мишра, как Вы думаете о развитии телемедицины в рамках BRICS? Диалог происходит за последние два года. Покажеты за первые했оды, которое будет прекращаться, что происходит в рамках Брок и Indonesia. В течение started раскроем проект. Дисклеймера Покажировать увеличение эффективной великстии tijdGB Roger. Продолжение следует пред공 Beltared. Целемедатор Jeff olhar Сanford, в Кылера предполагает числое военнослужащие соляциями, военнослужащие территория Organ政府. И я очень уверен, что технологии разработки в России и Индии и могут привести в лоу-кость технологии системы, потому что экономик инвестмента – это большой фактор. Поэтому вы должны разработать лоу-кость технологии. Например, видеоконференцией не более «депендент». Это становится «софтвер» видеоконференцией. Такая технология, которую мы сейчас работаем в БРИКС-комференцией. И система должна быть интероперативной. Например, если российский пациент хочет сервисов из других стран, в Индии, в Китае или в Северной Африке, то это возможно. Вообще сотрудничество в рамках БРИКС активно развивается в последние два года. И идет диалог на межправительственном уровне по совместному развитию технологий телемедицины на пространстве БРИКС. Так, в прошлом году заседание проходило на территории Российской Федерации. В этом году подобное заседание состоялось также в Индии. Назначено совместное заседание в декабре на территории России, где будут обсуждаться вопросы совместного развития телемедицинских технологий в странах БРИКС. И вообще я очень оптимистичен по вопросу развития технологий телемедицины в России и Индии. И считаю, что это сотрудничество приносит свои плоды в плане, например, снижения затрат на услуги здравоохранения. Так, например, видеоконференционная связь, она год от года становится дешевле и может быть задействована в оказании медицинских услуг. Какие еще есть совместные проекты у России и Индии в рамках развития телемедицины? Какие проекты, какие международные проекты у России и Индии имеют в телемедицине? Мы работаем программы для celebration of Indo-Russian cooperation. Next year will be 70-70, 70-70th year of Indo-Russian cooperation в разных области и индустрии. So now, with the help of our colleagues in Russia, we are making a plan of what kind of agenda we should pursue in Indo-Russian celebration of cooperation next year. What we have to start is to develop an interoperable telemedicine system. So we have applied to the BRICS Development Bank project. And each country has applied to the project with one agenda, development of the interoperable telemedicine system. That should be our main thing to pursue with our Indo-Russian cooperation. The second point, I wish to say that the institutions are cooperating with each other to sharing knowledge and skill in different areas of the medical science through video conferencing, interactive discussion. Russia and India have a big history of development of cooperation, which is already 70 years. In different areas of cooperation, we are working together in various areas of the world. In addition, we are working together with the program for development of telemedicine technology. And so, for example, we have prepared a project for development of telemedicine system. This project is directed in the BRICS planning to establish a base of a professional development. In addition, we are working together with two programs, that is that we are working together for the competition for telephone and telemedicine technology. A question to the professor of Norway in Harkvix. I would like to know, what projects are in Russia and Norwegian in the field of telemedicine system? And with what regions have worked together in Norway? Вопрос к Мистеру Хартвиксану. Какие проекты Россия и Новой имеют в сфере телемедицины? И с какими регионами России сотрудничаете? Мы сотрудничаем с этой регионой, с северной регионой. Мы сотрудничаем с регионами северо-западного федерального округа. Мы сотрудничаем с регионами северо-западного федерального округа. Достаточно много проектов реализуется совместных в этом регионе. Это и проекты по педиатрии, и проекты по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях. На самом деле у меня нет достаточной информации о всех проектах, которые бы я мог сейчас представить, но сотрудничество осуществляется активное. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо большое за вашу visit. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были профессор из Норвегии Гюнар Хартвиксен и профессор из Индии Сарой Мишрам. И говорили мы сегодня о развитии телемедицины в Ненецком округе и опыте в этой сфере Норвегии и Индии. Это актуальное интервью. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok